Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру черепашки-ниндзя-мутанты. И у меня, друзья, появился новый герой. Я даже не заметил, друзья, как собрал ДНК Нахана. И сегодня вот просто открываю, и у меня вот появился новый герой. Ну что же, супер! Но вначале, друзья, позвольте передать привет. Итак, большущий-большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет Джан Якунину, мистеру Франклину, подписчику с ником Салахадин Салахадин, Ярику Реак и Саше Толкунову. Друзья, большущий-большущий вам привет от наших героев из черепашек-ниндзя-легенды, но и от меня лично. Ну что же, покупаем нового геронного Яхана. Давайте-ка я его сразу же и найму. Ну что же, супер! Итак, прокачивать, друзья, я его не буду. Давайте-ка мы сначала откроем с вами колоду. Вот, у меня собрались две колоды обычные, которые появляются каждые три часа. Давайте-ка посмотрим, что здесь нового. Итак, вот, кстати, согласно тому, что у меня подписка, вот удвоились монеты. А сейчас давайте-ка возьмем вот эту, которая раз в сутки у меня появляется. Опять же, благодаря подписке, сейчас монетки и доллары удвоятся. Итак, вот, супер, удвоится. И, друзья, я получаю вот первые два ДНК Кейтс Джонс. Из фильма еще, по-моему, у меня этого ДНК не было. Ну что же, замечательно, здорово, друзья. Сейчас я на 29 уровне. Еще немножко мы перейдем на 30. Но вначале, друзья, давайте-ка мы с вами отправимся на турнир. Кстати, очень благодарю подписчиков за отзывы, комментарии. Друзья, очень много подписчиков. Давайте-ка я сразу же зайду к нашим героям. Попросили, чтобы я качал вот этого крысиного короля, что он очень крутой. Притом, друзья, он меня сейчас на две звезды. Давайте-ка я, наверное, все же на него потрачу ДНК. Вернее, ДНК мутаген. Вот давайте-ка мы это все проделаем сегодня. Кстати, друзья, у меня вот такая вот интересная идея. Давайте-ка вы в отзывах, комментариях будете писать, какого героя мне прокачивать в первую очередь. И вот те отзывы, комментарии, которые будут наибольше, я и буду прокачивать. То есть вот 4 подписчика попросили, чтобы я вот развивал крысиного короля. Поэтому я, друзья, его и развиваю до максимального уровня. Кроме того, вот несколько подписчиков просило, чтобы я собирал ДНК Криса Бёрфорда. Я это делаю, друзья, скоро он у меня уже придет. Вот уже будет вторая звезда. Кроме того, друзья, давайте-ка посмотрим на других героев, которых у меня есть. Итак, и да, друзья, а ну-ка, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Вот кто-то мне писал, что когда я наберу 20 героев, у меня будет какое-то особое достижение. Достижений пока нету. Это просто бонусы за колоду, вот за уровень персонажа, вот, и еще вот за мутаген из машины. Вот, по-моему, у меня, друзья, уже 20 героев. Давайте-ка посмотрим. Вот, одна пятерка, вторая, третья и четвертка. А, нет, друзья, 19 героев. Я ошибся. Кто-то мне из подписчиков написал, что когда у меня будет 20 героев, у меня откроется какая-то интересная плюшка. И, по-моему, у меня вот несколько еще ДНК оставалось, и кого-то я смог бы открыть. Вот, давайте-ка посмотрим. Посмотрим, ну, не вижу я пока вот кого-то, чтобы я мог открыть. Вот, ага, вот чтобы Ксавера Монтеса 2 ДНК, я бы его тоже открыл. Ну, его выбить, наверное, будет очень сложно. Ну, пока я, друзья, честно говоря, не вижу, кого бы мы могли выбить. Вот, чтобы появился у нас 20-й герой, пока его нету. Ну, как-то вот так. Ну, что же, здорово, друзья. Прокачал я до максимума Крисиного Короля. А сейчас давайте-ка мы отправимся с вами на турнир и посмотрим, что из этого получится. Итак, сейчас мы в элите. Давайте-ка я сразу же и возьму Крисиного Короля. Попробуем его, испытаем. Возьмем с ним Леонардо. Давайте-ка возьму еще Нейтрализатора. И еще было бы здорово взять кого-то 29-го уровня. Хотя давайте-ка я Зека, Карай, Бакстера, Стокмана и Пиццелисова оставлю, а возьму еще Крби Мыш. Кстати, вот подписчики тоже. Два подписчика у меня просил или в прошлом видео. И позапрошлых тоже просили. Итак, давайте-ка я, друзья, буду выбирать данные. То есть, кого и кого в первую очередь качать по ваших отзывах в комментариях. И мы будем это делать. Итак, бой вперед. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Сможет ли, смогут ли наши герои справиться с противниками. Итак, подбирают нам противники. Ну вот, три черепашки плюс Бакстер Стокман. Я думаю, здесь мы должны выиграть без проблем. Ну, посмотрим. В принципе, герои у меня намного прокаченные. Но вот как разве противники, я этого не знаю. Но разница, конечно же. Итак, давайте-ка я испробую первый удар Крысиного Короля. Вот. Итак, вот эту руку, что она делает? Вот метает. Что-то метает. Интересно, что он метает. Без понятия. Ну, ага, давайте-ка я попробую добить Леонарда. Чтобы он не подхиливал героев. Вот. И надеюсь, Керби Миш его добьет. Хотя, вот удар будет не очень сильный. Да, удалось, удалось добить. Ну что же, замечательно. Давайте-ка пусть нейтрализатор метнет диски. И, возможно, справится с второй черепакой. По-моему, это Раф. Да, у него красная повязка, друзья. Это Раф. Вот, кстати, благодарю подписчиков за подсказочки. Вот, кто, какая черепашка. Ага, вот, подлечивает. Ага, Раф подлечивает, оказывается. Даже вот такая вот интересная фишка есть. Ну что же, давайте-ка пока я вот атакую вот крысоломом Бакстера Стокмана. Ну, как-то вот так. Отлично. Итак, давайте-ка пусть Лео подлечит наших героев. И посмотрим, что из этого получится. Вот, ну, совсем другое дело. Отлично. Керби Миш, давай-ка пробуй. Нет, давайте-ка все же, мне кажется, нужно первым делом с Рафом справиться. Вот, давай-ка нейтрализатор стреляй. Наноси урон. Ну вот, здорово. Ну, конечно же, я считаю, бой не очень справедливый. Все-таки мы намного выше по уровню. Вот, было бы, конечно же, намного интереснее, если бы были бы одинаковые уровни. Тем не менее, как-то вот пробуем выиграть. Не, ну, понятно, что мы здесь выиграем, но, тем не менее, интересные сражения. Итак, давайте-ка я попробую добить Бакстера Стокмана, пока он не выпустил своих вот роботов. Итак, Керби Миш подлечивает отряд. Неплохо. Итак, нейтрализатор, давай-ка попробуй добить Бакстера Стокмана. Еще один хороший удар, и он будет повержен, если, конечно же, не выпустит. Итак, давай-ка, Крысолов добивай. Не удалось. Ну, возможно, Лео добьет. Да, ну вот, здорово, друзья. Попеда за нами. Осталась одна черепашка. Вот, поэтому, я думаю, проблемы, чтобы добить, добить ее не будет. И так, кто же с нашим героем, с ним справится. И так, Крысолов, ну, конечно, еще очень много жизни не справится. Ну, а вот Лео, возможно, добьет. И это у нас Долотелло. Вот, я смотрю, друзья, на фиолетовую повязку. Это все же, друзья, у нас Долотелло, и мы его добьем. И так не может справиться. Вот, Керби-мышь, а как же Крысолов? Ну, вот, хороший удар крысами. Вот, победа. Крысиный король, вернее. Вот, кстати, тоже спасибо подписчикам за подсказку. Ну, я уже вот разобрался, что это Крысиный король. Ну, просто здорово. Итак, друзья, нужна ваша подсказка. Каких следующих героев мне качать. Вот, и, кстати, вот кто-то раньше мне писал, что Хан очень крутой боец. Вот, пожалуйста, пишите, стоит ли мне дальше качать Хана, либо кого из других бойцов. Ну, что же, неплохо, друзья. А сейчас давайте-ка возьмем еще четверку. И я беру Зека, Карай, Бакстера, Стокмана и Пицелицева. Ну, что же, вперед в атаку. Посмотрим, как удастся нам справиться вот с этими противниками. Кого нам подберут. Итак, ну, довольно-таки слабенькие противники. Тем не менее, вперед. Попробуем, друзья, с ними справиться. Вот, и против нас играет. Ага, какие забавные герои. Ну, Леонардо понятно. Итак, давай-ка Крысиный король. И еще вот две черепашки. Ну, вот такая черно-белая с красной. Это понятно. Ой-ой-ой, не то я хотел, друзья, сделать. Ну, как-то вот так. Итак, давайте-ка я буду управлять. А то без меня начинают наносить у радары. Итак, ого-го, как здорово. Ой, как жутковато. Ничего себе. Это было что-то. Интересно, что это за раф такой красный. И так вот, смотрите. И наша Карай практически погибает. Ну, здорово, что он промазал. Итак, друзья, нужно как-то, как-то, как-то справляться. Итак, давай-ка Бакстер Стокман выпускает своих маусеров. И хороший удар. Ну, просто умничка. Умничка. Вот почему я, друзья, и беру Бакстера Стокмана. Вы видели, какой классный удар маусерами. И вот праг побежден. Ну, и зэк добивает диском. Ну, не совсем добил, но сейчас добьем. Итак, победа. А вот, кстати, кто-то из подписчиков мне писал, что Карай нужно убирать. Вот, кстати, написала мне подписчица, как мне лучше пройти. Вот, я не смог, кто смотрел прошлую серию, пройти 12 эпизод, 4 главы. Итак, подписчица предложила, это Марина Андрушенко, вот взять вместо Карай нейтрализатора. Ну, возможно, это хорошие деньги. Попробуем. Итак, ну, что-то сегодня с долларами мне везет. Конечно, доллары это неплохо, но хотелось бы что-то более существенного. Ну, как-то вот так. Итак, дальше, друзья, нет, не с кем мне идти. Вот, вначале я сделал ошибку. Нужно было брать героев 28 уровня. Вот, несколько героев у меня было, тогда бы я дальше прошел. Ну, как-то вот так. Ну, что же, неплохо, друзья. А сейчас давайте-ка мы с вами попробуем еще сразиться. Вот, ага, кстати, друзья, смотрите, появилось новое испытание. Ага, вот, кстати, один из подписчиков говорил, что было бы здорово качать, выигрывать ДНК вот этого с маской. Вот это у нас, вот, ведение маски, по-моему, это Донателло. Кто-то из подписчиков писал, что вот такой забавный. Ну, давайте-ка мы выиграем вот это ДНК. Вернее, 100 очков. И, ну, нужно будет, конечно же, два боя. И попробуем вот так купить один ДНК. Ну, что же, давайте-ка я возьму нашего крысиного короля. Возьму кого-то из героев послабее. Вот, вот как-то. Ну, и давайте какого-то массовика еще возьмем. Возьму Пицелицева. Вот. Отлично. И справимся, попробуем справиться с вот этими врагами. Ну, я думаю, мы здесь особых проблем не должно быть. Тем не менее. Итак, вперед. Вперед попробуем запустить. Итак, крысиный король наносит удар. Вот, отлично. С первым роботом справились. Кербимыш тоже не прохомах. Отлично. И Пицелицей давай-ка вот добивай этого робота. Вот, отлично. Поберегу я пока диск нейтрализатора. Вот, для остального. Ну, как-то вот так. Ну, что же. А теперь попробуем-ка сразиться с вот этими врагами. Итак, Кербимыш наносит урон. Кстати, ага, вот. Ну, здорово, здорово, здорово. Итак, давайте-ка забросаем всех раскаленной пиццей. Ну, вот, просто умнички. Просто молодцы. Ну, а сейчас, друзья, нам нужно как-то добивать Криса Бертворда. Давайте-ка я в Криса Бертворда метну вот эти диски. Вот, не удалось. Ну, ничего страшного. Возможно, Бакстер Муха добьет. Да, получилось. Ну, что же, чудесно. Вот так, в принципе, здорово, неплохо мы с вами сработали. И вот собрали. Ага, еще третья волна. Я что-то подумал, что это уже все. Нет, не все так просто. А здесь у нас и Тигринный Клык. Тигринный Коготь, прошу прощения. И Крис Бертфорд. И Бакстер Муха. Вот, еще. А этих двоих я не знаю. Вот, кто в курсе, пожалуйста, напишите. Ну, в принципе, посмотрим по сказочкам. Итак, давайте-ка я попробую атаковать пока Бакстера Муху, чтобы он не подхиливал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте-ка первым попробуем его завалить. Итак, нейтрализатор стреляй. Да, вот, удалось. Удалось. Ну, просто очень чудесно. Неплохо. Тигринный Кохоть наносит урон. Давайте-ка еще добавлю звука. Ну, а вот попробуем еще кому-то. Думаю, давайте-ка этого волчонка. Пусть наш Крыселоп попробует его как-то добить. Карб и мышь немножко пусть подлечит. Вот, здорово. Очень неплохо. Ага, привлекает к себе внимание. Итак, давай-ка Бакстер Муха наноси им урон. И Пиццелиций тоже давай-ка здорово запинай его наунчаками. Вот. Ну что же, неплохо, друзья. Давайте-ка пусть еще наш нейтрализатор добьет. Ну что же, здорово, победа. Итак, остается у нас Крис Бертфорд. Давайте-ка я попробую его как-то вот Керби мышью. Вот нанести от урон. Ого! Итак, давайте-ка пусть наш Бакстер Муха подлечит героев. Ну и попробуем запинать. Итак, ну понятно, друзья, что у нас здесь будет победа. Все же разница вот существенная в уровне. Все же у нас 28 уровень. И вот даже Пиццелиций и Крысолов 29. Поэтому вот мы побеждаем. Хотя вот противник довольно-таки непрост. И так, давайте-ка кого в первую очередь. Ну давайте-ка с этой рыбиной справимся. А Тигрин и Коготь оставим на конец. Хотя у Тигрин и Коготь есть прикольная фишка. Он наносит массовый урон. Вот при помощи пистолета. Поэтому, друзья, давайте-ка я попробую все же его как-то запинать. Возможно, чтобы он не так наших героев наносил массовый урон. И так, давайте-ка Бакстер Стокман и не удается ему. Но, возможно, нейтрализатор добьет. Да, ну вот. Справились мы с Тигринным Когтем. И, к сожалению, наш Пиццелиций погибает. Но ничего страшного. Вот наши герои уже добьют вот эту прикольную рыбину. И так, Кэрби Мышь не справилась. Ну, возможно, справится нейтрализатор своими дисками. И победа. Победа. Заработали 100 очков. Вот. Еще давайте-ка мы подкупим. Еще раз пройдем с нашими героями. Вот. Заработали ДНК. И заработали. Вернее, я прошу прощения. Заработали мутаген. И вот заработали 100 очков. И так, давайте-ка я еще пройду. Вот. Одну из миссий. Вот. С нашими героями. Основными. И еще возьмем вот этого Паукуса. Вот. Кто-то из подписчиков обижался, что я называл его Кукусом. Но, по-моему, я его называл Кукусом. Возможно, где-то ошибся. А так его звать Паукус. Ну, что же. Вот. Роботы. Даже неохота с ними связываться. И так, давай-ка наш вот Зэк просто метает диски. А Карай просто к своими кинжалами Кунаи просто добивает. Ну, что же. Отлично. Так, давайте-ка мы добьем еще вот этого робота. Ну, вот смысл. Ну, и так, давайте-ка еще пусть Леонардо вот этого забавного монстрика добьет. Ну, вот жаль тратить, друзья, на него вот суперспособности. Итак, давай, Казак, попробуй его давить выстрелом с пальца. Ничего себе, какой сильный. Не удалось. Кстати, что это за монстр, точно не знаю. Но с Ханом мы постараемся сейчас справиться. Ну, в принципе, Хан не очень большой уровень. Всего 26-й. Поэтому, друзья, думаю, проблем с ним справиться у нас не должно быть. Итак, давай-ка Карай добивай его. Ну, вот победа. Отлично, друзья. Итак, переходим с вами на новый, на третью волну. И здесь у нас вот, кстати, тигриный когт. А вот этого чернокожего мне подсказали, что это Ксавер Монтес. Вот. Ну, что же, попробуем, друзья, его сейчас добить. Отлично. Очень неплохо Леонардо наносит удар. Так, давайте-ка я попробую еще с этим тигриным когтем справиться. Не удалось. Итак, Карай пробуй добивай. Вот не удалось. Ох, 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 какой сильный Хан. Ничего страшного. Сейчас наш Бакстер Стокман как нанесет урон своими маусерами. Это будет что-то. И да, да, да. Ну, вот умничка. Просто смотрите, какой умничка. Просто молодец. Итак, добиваем Ксавера Монтеса. Вот привлекает к себе внимание этот монстр оборотень. Очень мне напоминает. Итак, прошу прощения, еще не всех героев изучил. Ну, вот Хан довольно-таки здорово досталась нашему Лео. Итак, давайте-ка я подлечу наших героев. Вот не хочется даже кого-то из героев терять. Ну, и попробуем добить этого волка. Вот привлекает к себе. Вот монстр, волк оборотень. Пусть будет как-то вот так. Итак, давай-ка, Зек, бросай свое диско и добивай. Не удалось ему. Значит, Карай, возможно, добьет. Ну, вот умнички, умнички. Вот еще есть немного здоровья у наших врагов. Ну, и сейчас, я думаю, Лео уже добьет этого монстра. Вот, Паукус добьет Хана. И осталась вот эта только забавная рыбина, которую добьет Зек выстрелом из пальца. Ну, вот победа. Победа неплохо. Давайте-ка я еще соберу ДНК. Соберу ДНК. Уже, в принципе, я думаю, ага, вот собрали 150 мутагена. Здорово. И вот собрали 200 очков. Давайте-ка я куплю вот этот ДНК. Это у нас Донателло. Да, вот ДНК видение. Ну, что же, отлично, друзья. А вот следующий ДНК уже будет стоить подороже. 195. Нам нужно его собирать. И вот очень подписчик рекомендует, что очень прикольный герой. Ну, что же, я дальше, конечно же, буду собирать. Но это уже без вас. А сейчас давайте-ка, друзья, я вот мутагенное безумие, по-моему, еще эту миссию не проходил. Итак, давайте-ка посмотрим. Это плохо, очень плохо. Похоже, мутагеноид проник на базу кренков. И что же делать? Каждый раз, когда он выпивает канистру мутагена, он становится больше. Если мы не остановим его в ближайшее время, мы получим мутагена размером с Годзиллу. Айприл. Я так понял. Он кричит. Ну, что же. И что это было? И что же это было? Ага, вот, друзья, закончился почему-то. Итак, что же мы здесь можем сделать? Вот, 55 тысяч очков карта. А что же нам дадут? Вот, на тысячу дадут 250, на 4500 и на 6750, а на 10 тысяч тысяч мутагена. Ну, честно говоря, что-то слабовато. Слабовато. Ну, что же, давайте-ка я попробую как-то вот сыграть. Посмотрим, как здесь все происходит. Итак, вот мутагеноид. А почему он такой слабенький, только 21 уровня? Вот, причем один. Даже как-то против него жалко выставлять те 29 уровня. Ну, давайте-ка я вот ради интереса попробую взять несколько героев нашего 20 уровня. Вот, как они справятся. Просто интересно. Вот, самих слабеньких. Он 1,21, а не 5,20. Ну, что же, интересно будет посмотреть, насколько он крут и насколько наши герои смогут в нем правиться. Ого! Вот что делает. Ну, что же. Давайте-ка пусть наш мандагека первым нанесет удар. И что-то, честно говоря, и слабовато. А сейчас наш пулевизатор тоже как-то маловато. Ну, а сейчас попробуем атаковать нашим вот Макменом. Ну, что же, давай-ка Макмен нанести урон. Ого-го-го! Как Макмену и Джастину вот нанесли. Ну, давай сейчас Джастин еще как-то попробуй. Вот, друзья, делал я ошибку, что не взял Хила. Я что-то надеялся, что мы довольно-таки легко и здорово с ним справимся. Вот, это было самонадеянно. Я еще не играл против этого забавного мутагеноида. Вот, друзья, и совершил я, друзья, ошибку. Вот, видите, я чувствую, что сейчас мы проиграем. Вот, нужно было взять мне Хила, тогда бы, возможно, мы и бы выиграли. А сейчас, я вот вижу, мы проиграем, скорее всего. Хотя, возможно, все же выиграем. Итак, Мандагека, наноси удар. Вот, в принципе, не так уже много у него и жизни осталось. Но смотрите, что делает Вредина. Итак, Мандагека. Вот, это у нас Донателло. Ну-ка, давай-ка, ну, добейте, пожалуйста, ребята. Я на вас надеюсь. Вот, капелька жизни осталось. Ну, вот, чтобы был Хилл, друзья, я уверен, мы бы выиграли. А сейчас, мне кажется, что мы можем проиграть. Что-то, что-то промахивается, мои герои. И вот, проигрыш, друзья. Вот, проигрыш, просто проигрыш. Не смогли мы справиться с вот этим, вот, мутагеноидом. Вот, ошибка была. Не доисценил. Но я первый раз, друзья, играл с вот этим противником. Ну, поэтому как-то вот так. Ну, что же, дальше, конечно, он будет. Ой, а дальше, друзья, смотрите. Дальше он вообще 14 уровня. Вот, видите, что совершил ошибку. Нужно было брать какого-то попроще. Тогда бы мы без проблем выиграли. Вот, ну, как-то вот так. Ну, что же, давайте-ка я сражусь пока 14 уровнем. Набьем немножко мутагена. Ну, а здесь, конечно же, мы без проблем выиграем. Даже, я думаю, нет смысла руководить. Давайте-ка я нажму автоматический бой. Вот, видите, каждый герой просто по плюшке дал мутагеноиду. И он сразу вот, вот, как бы, как бы мы его победили. Ну, обидно, конечно же, друзья, что первую миссию я проиграл. Нужно было все же брать немножко сильнее бойцов. Просто меня удивило, что он 21 уровня. Вот, надеялся просто, что мы его запинаем. Ну, как-то вот так, друзья, получилось. Ну, что же, давайте-ка я попробую еще остальных бойцов. Вот, мне кажется, нету смысла брать мне сильных бойцов. Давайте-ка я возьму вот двоих бойцов. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Вот, возьму Пицелицева и Красиного Короля. А, нет, это я взял Бакстера-Муху. Так, вот, интересно, как они смогут справиться. Ну, вот, видите, тоже без проблем. Вот, за сейчас просто вот так здорово запинает. Даже я вижу, мы можем один на один вот выходить. То есть, без проблем наши герои его просто победят. Вот, ну, просто-просто вот в капусту его вот так порубали, пошинкували. Ну, просто молодцы. Вот, собираем. Вот, опыт идет. Идет мутаген. Идет доллары. Правда, маловато. Ну, как-то вот так. Итак, друзья, сколько я скопил? Вот, скопил 3187 очков. Вот, могу я это, конечно же, собрать. Интересно, как же тут все собирается? Ну, честно говоря, не очень понятно, но можем мы это сделать. Наверное, вот просто на галочку нажать и соберется. Либо когда мы побольше наберем очков. Ну, давайте-ка, друзья, я еще вот пройду несколько бою. Вот, давайте-ка. Интересно, если один на один сможет крысиный король победить вот этого мутагеноида. Ну, сейчас проверим. Ну, в принципе, я думаю, здесь проблем тоже не должно быть. Вот, смотрите, как здорово он наносит урон. То есть, без проблем. Мы в пятером не могли справиться. А здесь вот один крысиный король выиграет мутагеноида без проблем. Ну, конечно же, несправедливо. Мутагеноид 15-й, а крысиный король 29-го. Ну, тем не менее, вот очки набиваются без проблем. То есть, вот я что-то, друзья, не сообразил. Первый раз играл с вот этим мутагеноидом. То есть, просто мы можем, если высокого уровня игрок, идти просто один на один. Итак, давайте-ка, друзья, еще вот наберем 6000 вот этих кубков. И, я думаю, на этом, друзья, уже закончим. Итак, давайте-ка я возьму Бакстера Стокмана. И попробуем. Ну, здесь даже нечего пробовать. Просто набьем еще вот несколько вот мутагена. Итак, выпускаю маусеров. Вот, очень здорово наносим урон. Вот, удар этой кибер-рукой. Отлично. Ну, что же, просто нужно его добивать. Вот, то есть, наш Бакстер Стокман все же молодец. Без проблем, вот, победили этого мутагеноида. Итак, вот, достаточно мы собрали материала. Давайте-ка посмотрим. Вот, и что же мы собрали? Вот, 6000 очков. Еще бы, вот сколько нам нужно. Вот, 10000 очков, и мы получили бы 1000 мутагена. Ну, пока, я думаю, на этом хватит. И так, как же нам собрать мутаген? Наверное, друзья, его дадут автоматически после задания. Вот, ну, я думаю, пока достаточно. Ну, что же, вот так неплохо мы с вами сыграли. Вот, кстати, друзья, вот, как я уже говорил, подписчица Марина Андрушенко рекомендовала взять вместо край нейтрализатора, и мы пройдем 12 эпизод. Мне было бы это очень здорово, интересно попробовать. Давайте-ка я это сделаю. Ну, вначале, давайте-ка я прокачаю нашего нейтрализатора до 29 уровня. Вот, и попробуем, вот, выполнить вот эту миссию. Ну, конечно, друзья, вот, немножко, друзья, смотрите. Нейтрализатор, у него просто основное оружие, ручная пушка. Первый уровень, как и диски первый уровень. А я уже не, Карай довольно-таки здорово прокачал. Вот, видите, основной удар уже тройка. И, вот, Куна и ее кинжалы тоже как бы тройка. Поэтому я не уверен, что это хорошая идея. Тем не менее, вот, рекомендовала подписчица вот такую комбинацию. Давайте-ка попробуем. Вот, хоть было бы здорово, конечно же, сегодня пройти и выполнить этого задания. Ну, я, конечно. Кстати, друзья, уже я довольно-таки здорово собрал генетического материала. Вот, смотрите, Крис Бертвор 13 из 15. Еще осталось два ДНК мне найти. И он уже получит вторую звездочку. Ну, тем не менее, пока давайте-ка мы попробуем с вами все же закрыть четвертую главу. Ну, вот, давайте-ка я попробую все же пройти. Итак, давайте-ка попробуем рекомендацию подписчиков. Возьму нейтрализатора вместо Карай. Хотя, честно говоря, я не особенно уверен в вот этой замене. Вот, возможно, было бы лучше попробовать взять либо Керби-мышь, чтобы подхеливала, либо вот Бакстера-моху. Ну, тем не менее, как-то попробуем, давайте-ка с нейтрализатором пойти и посмотрим, что из этого получится. Итак, в начале у нас драка с монстрами и грибами. Вот, смотрите, что вреден и делает. Как здорово наносит урон. Итак, Зек, бросай своего диска. Вот, Лео, Лео, пока, я думаю, пока рано еще подлечивать. Пока рано подлечивать. Давайте-ка мы пока справимся с первой волной. Вот, неудачно справились, честно говоря. Ой-ой-ой-ой-ой, как, друзья. Вот, достается нейтрализатору. Вот, здорово, пиццелицей. Давай-ка как-то пробуй добивай. Ну, вот, друзья, жаль мне тратить маусеров на двоих роботов. Вот, давай-ка добивай нейтрализатор своим ударом. Вот, не добил. Нужно было все же методиски. Ну, я надеюсь, что сейчас Зек добьет. Да. Ну, а вот этого Леонардо постарается добить. Нет, давайте-ка лучше подлечим. Вот, здорово, подлечили. И пиццелицей, возможно, добьет. Да. Вот. Хорошо. Неплохо. Итак, с первой волной справились. А вот теперь, друзья, будет нам туго. Ну, что же, давай-ка, Бакстер, Штокман, выпуская своих маусер. Ох, умничка. Смотрите, какой молодец. Как здорово. И практически, друзья, если удастся, мы сейчас первую волну без проблем пройдем. Итак, давай-ка, Зек, добивай выстрелами с пальца. Ой-ой-ой. Ну, вот вредные грибочки тоже свое дело знают. Итак, давай-ка, Лео, добивай вот этого грибочка. Вот, замечательно. А Зек, вот этого. Ну, вот, супер, друзья. Ну, а сейчас попробуем как-то вот справиться с грибом. Итак, здорово, что у нас пятеро против одного гриба. Ну, что же, посмотрим, что у нас получится. Итак, давай-ка, пиццелицей, нанось удар. Вот, неплохо. Бакстер, Штокман, удар своей киберлапой. Нейтрализатор пусть метает диски. Ох, ох, ничего себе, друзья, вы видели, как здорово. Итак, да, друзья, это победа. Это победа. В прошлой части мне не удалось этого сделать. А вот сегодня довольно-таки здорово мы с вами справились. Даже все герои целы. Я даже удивлен. Вот в прошлой части я был на 29 уровне, и мы не смогли пройти. А вот сейчас вы видели, как мы с Долларова сработали. Дой, Майки, Раф, неужели это вы? Вас похитил Крэнги? Все хорошо, брат, мы вернулись за тобой из-за страшной дали. Как ты мог бросить нас на растерзание этим щупальцем? Да, Лео, ты уже должен был быть нашим вожаком. Ты должен был нас защищать. Почему ты нас до сих пор не спас? Мы тебе надоели? Это неправда. Тебе здесь нет. Это все яд людей, грибов. Я не подамся страху. Я спасу тебя. Ну что же, как-то вот так, друзья. И да, удалось, друзья, нам закрыть, уже пройти полностью четвертую. И да, глава пройдена, и мы получаем эпическую колоду Сердца Тьмы. Ну что же, открываем, друзья. Открываем. 1750 мутагена. Ничего себе, 3D-очки. 100 долларов. И 8600 монет, которые превращаются в 17200. И, друзья, у меня новый Рахзар. Вот. Это что, новый герой? И у нас открыт новый сложный Урами. Глава открыта. Ну что же, это супер. И неужели, друзья, у нас появился новый герой? Давайте-ка я зайду в список. Да. И, друзья, сейчас у меня уже будет 20 игроков. Итак. Да. Ого, ничего себе, на 3 звезды. Это что-то, друзья. Вы видели. И появился у нас Рахзар на 3 звезды. Ну что же, это просто супер. Правда, друзья, недостаточно мутагена, чтобы его прокачать. Всего 4259. Но я считаю, очень крутой герой. Ну что же, здорово. Просто-просто. Ну, хотя бы, друзья, пару уровней прокачаем его. Я просто не могу держаться. Давайте-ка мы прокачаем хотя бы его до 10 уровня. Вот так, в принципе, мутагена пока хватает. Вот. Не могу даже держаться до 13 уровня. Вот докачал я его пока до 15 уровня. Надеюсь. Вот могу, кстати, и основной удар его еще увеличить. Достаточно у меня ингредиентов. Ну, что же, здорово, друзья. Вот так отлично мы с вами сработали. Пока я на этом выхожу. Итак, друзья, да, да, друзья. Кроме того, удалось нам выполнить достижение. Вот. Получить все звезды в главе 4 в нормальном режиме. И за это получаем, друзья, 500 хп и в поисках, друзья, 800 мутагена. Вот. Давайте-ка соберем мутаген плюс 2 вот ДНК шредера. И, конечно, друзья, мы переходим на 30 уровень. Давайте-ка я соберу вот эти плюшки. Ну что же, просто-просто супер, друзья. И у нас новая колода. Вот пицца, наушники, мутаген. Вот 770 монет, которые превращаются в 1540 монеток и ДНК Рафаэля. Ну что же, просто-просто супер, друзья. Итак, вот, конечно же... Ого, друзья, и у меня есть мутаген. Я могу уже прокачивать моих героев. Но уже прокачивать я буду в следующем видео. Вот, кроме того, друзья, у меня накопилось уже 44 220 монеток. То есть, друзья, прошу, пишите в отзывах, в комментариях, на что лучше их тратить. Вот, это мой магазин. Вот, кто-то ранее из подписчиков просил, чтобы я тратил эти деньги на колоду. Вот, повышать ранг до золотого, до 35 тысяч. Вот, либо за серебряного, ну, конечно, мне кажется, лучше за золотого. Но я не буду ничего делать без ваших отзывов и рекомендаций. Итак, пишите отзывы и рекомендации. А я согласно ваших отзывов и рекомендаций, вот, посчитаю, вот, следуй под этим видео. И, конечно же, друзья, мы, вот, куплю ту колоду, на которой больше наберет отзывов в комментариях. Ну что же, на этом, друзья, я пока прощаюсь. Всем пока-пока. Итак, пишите, кого лучше прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. То есть, я подберу за последних 4-5 видео, выберу полностью все ваши рекомендации. И буду прокачивать те герои, которые будут больше набирать ваших отзывов и рекомендаций. На этом я прощаюсь. Всем пока-пока. А чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте правом верхнем углу на колокольчик. И к вам, друзья, будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.